Фёдор Владимирович Моисеенко, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр онкологический. Тема оценка эффективности иммунотерапии, какие критерии использовать в клинической практике. Пожалуйста, Фёдор Владимирович, у вас 20 минут. Спасибо, Фёдор Штахин. Я так понимаю, что мы выбили сегодня немножко из графика, поэтому я постараюсь коротко. Слава Анатолий сказал, что ничего страшного. Тем более, что на самом деле эта тема оказалась для меня лично неожиданно востребованной. И к этому вопросу уже на протяжении этого года мы на нескольких конференциях возвращались, и этот вопрос обсуждался. И мне хотелось бы сразу же ответить, говорят, что в течение выступления нужно 3 или 4 раза повторять одну и ту же мысль, чтобы она как минимум осталась у аудитории после окончания выступления. Мне хотелось бы сразу же ответить на вопрос, какие из критериев оценки ответа нужно использовать в клинической практике. И ответ на это никакие, потому что критерии оценки ответа разработаны для того, чтобы сравнивать между собой данные клинических исследований и таким образом предполагать эффективность препаратов между различными группами пациентов, различными странами и так далее. В клинической практике мы лечим пациента. И в первую очередь мы, конечно, должны всегда ориентироваться на пациента, на его состояние, на то, что ему дает терапия, а не на критерии оценки ответов, которые, конечно, они ориентированы в первую очередь на опухоль, а не на пациента. Это слайд финансовой заинтересованности. История оценки эффекта и разработки критериев оценки эффекта берет свое начало с того момента, как появилась химиотерапия. На самом деле, когда все начиналось, одни из первых работ по химиотерапии опухолевых детей, которые писал Сидни Фарбер, они касались антифалатов при использовании гематологических заболеваний у детей. Они, конечно, были как совокупность случаев, где были детальные описания изменения уровня лейкоцитов, других элементов крови. Все это было распределено по времени. И, конечно, уже тогда стало очевидно, что для того, чтобы сравнивать между собой все эти данные, требуется каким-то образом унифицировать. Первой такой системой, которая была предложена, была система оценки ответов Всемирной организации здравоохранения в 1979 году. Сразу же ее очень сильно критиковали, но она была первой, и это был первый шаг к унификации этих результатов. В 1995 году была создана группа РЕЦИС, которая в 2000 году разработала рекомендации, которые были опубликованы, и, собственно, они назывались критерии РЕЦИС, которые были обновлены в 2009 году и обновлены в этом году, в 2017 году, уже в соответствии с тем, что мы наблюдаем при иммунотерапевтическом лечении опухолей. Конечно, когда в связи с тем, что тема текущей конференции – это, в первую очередь, иммунотерапия, конечно, это то, о чем в большей степени мне хотелось бы сказать – это уникальный для иммунотерапии паттерн ответа, когда на фоне эффективного лечения на первом этапе может возникать псевдопрогрессирование, которое не должно трактоваться как прогрессирование, и лечение пациентов должно продолжаться. Об этом говорили коллеги до меня. Что важно? Критерии оценки ответа – это динамическая система, которая подстраивается, во-первых, под нужды времени, во-вторых, под те варианты лечения, которые используются, и, конечно, она постоянно обновляется и постоянно адаптируется. Это очень важно, потому что с самого начала критерии оценки ответов, как я уже сказал, разрабатывались для того, чтобы сравнивать исследования между собой и для того, чтобы поставить определенную планку для продолжения исследования препаратов в следующих исследованиях, когда и настолько хорошо были развиты предклинические модели, не настолько хорошо были развиты клетчатые линии, модели INVIVA. И большинство препаратов после подтверждения их определенной эффективности на этапе предклиническом, они запускались в клиническую практику, где уже исследовались на людях, и, конечно, на этом этапе важно было понимать в небольших исследованиях второй фазы, нужно ли продолжать исследование этих препаратов дальше. Что такое критерии ответа? На самом деле, если представить себе опухолевый очаг как шарик, то когда мы делаем исследование, мы делаем компьютерную томографию, он не закреплен, к сожалению, в организме, то есть он может смещаться на миллиметры, иногда больше, и получается, что когда мы делаем компьютерную томографию, мы делаем срезы, и эти срезы, они могут проходить не всегда на одном и том же уровне, даже если они фиксированы по цифре, просто потому что органы смещаются относительно друг друга. И получается, что те цифры, которые мы используем для того, чтобы классифицировать наши ответы, как частичный ответ, стабилизацию заболеваний или прогрессирование болезней, это данные статистического анализа работы нескольких регионологов, которые оценивали вот эти вот несколько последовательных срезов между собой, для того, чтобы уменьшить вероятность ложной интерпретации, уменьшение вот этих вот шариков, которые представляют собой, по сути дела, опухолевую зону. То есть это статистический метод. Соответственно, те цифры, 30% для частичного регресса, 20% увеличения или уменьшения для прогрессирования заболевания, это, по большому счёту, попытка унифицировать результаты с возможным влиянием на общую выживаемость ПЦН. И, конечно, всё динамически изменяется, появляются новые постоянно критерии ответов. И важно ещё, кроме того, что на том этапе, когда активно разрабатывались эти критерии, ответ на опухолевое лечение, тогда ещё, в первую очередь, на цитостатическую терапию, он довольно часто коррелировал, по мнению исследователей на тот момент, коррелировал с продолжительностью эффекта с временем до прогрессирования или с общей выживаемостью пациентов. И, конечно, этот вопрос, он активно стал изучаться, когда накопилась большая масса клинических исследований. И оказалось, это данные одного из крупнейших метаанализов, ретроспективного, 50 тысяч пациентов, энное количество исследований, оказалось, что действительно для немелкоклеточного рака лёгкого, для различных вариантов химиотерапии, для первой линии лечения есть корреляция между уменьшением размера опухоли на первом этапе и увеличением продолжительности жизни пациентов. Есть корреляция также между контролем за заболеванием, это уменьшение размеров опухоли и стабилизация размеров очагов, то есть не увеличение более 20%, точно так же и общей выживаемостью пациентов. Но посмотрите на вторую линию лечения. Для второй линии лечения оказалось, что такой корреляции уже нет. То есть добились ли мы уменьшения размеров опухоли или мы просто добились стабилизации заболевания на фоне лечения, продолжительность жизни пациентов от этого фактически не зависит. То есть она зависит от контроля за заболеванием, а не от уменьшения размеров опухоли. И это принципиально, конечно, важно, потому что, наверное, сейчас даже для исследований второй фазы, для небольших исследований, цель исследования в виде уменьшения размеров очагов, она, наверное, уже не настолько актуальна. Точно так же это было подтверждено для, например, опухоли почки и таргетной терапии. Посмотрите, критерии RESIS не позволяют точно разделить пациентов, которые ответили и не ответили на лечение. Немножко более точны критерии CHOE и наиболее актуальным для этой группы пациентов, я повторяю это очень важно, для этой группы пациентов оказалось изменение размеров опухоли в пределах 10%. То есть если у пациента наблюдалось уменьшение размеров опухоли более 10%, то выживаемость этой группы пациентов была значительно больше, чем если уменьшение размеров опухоли было меньше 10% или было какое-то увеличение. То есть для этой группы пациентов таким критерием ответа должно быть 10%. И, конечно, эти критерии ответа могут существенно различаться для всех пациентов. Интересно, что на фоне иммунотерапии в принципе любое, это данные небольшого исследования для немелкоклеточного рака легкого, любое изменение размеров при первом обследовании в сторону уменьшения, любое коррелировало с длительной выживаемостью пациентов. Никто из пациентов, у которых опухоль хоть на сколько-то уменьшилась, они в течение эффекта, в течение ненаблюдаемого периода не погибли. В то же время те пациенты, у которых наблюдалось прогрессирование, из них определенная часть погибла. Наверное, для того, чтобы коррелировать эффект с продолжительностью жизни, нам нужно, конечно, их будет в будущем адаптировать. Существуют отдельные ситуации на фоне того лечения, которое мы уже сейчас используем. Это вот критерии, например, которые используются, были разработаны для кист. Вы видите, сначала у пациента в течение долгого времени наблюдался эффект, потом у него появилось уплотнение, новый узел уже в предсуществовавшем узле. И, конечно, это не, с точки зрения рецидз, не повод для того, чтобы менять терапию. В то же время, в соответствии с, скажем, наиболее частыми наблюдаемыми ответами при гист, это один из вариантов прогрессирования заболеваний и требования сменить линию лечения. Критерии масс для опухоли почки, которые участвуют в морфологии, плотности и размере очагов, точно так же изменение краев в сторону увеличения их уплотнения, наверное, это может быть, в соответствии с критерием масс, это может быть изменение, которое требует смены тактики лечения и корреляции с прогрессированием. Кавитация при немококлеточном раке легкого на фоне использования антиангиогенных препаратов. Все это большое количество различных вариантов, которые требуют, конечно, уточнения и отдельной интерпретации в пределах критериев оценки ответа. Мы знаем, что мы практически при использовании таргетной терапии точно так же не должны ориентироваться на объективный ответ. Мы знаем про лечение после прогрессирования с использованием таргетной терапии, то есть критерии оценки эффекта, конечно, на настоящий момент не настолько четко коррелируют с эффектом проведенного лечения, именно с повлиянием лечения на продолжительность жизни, на продолжительность эффекта, как это было раньше. И, конечно, отдельная ситуация – это иммунотерапия, потому что на фоне нее уже в ранних исследованиях ингибиторов стелия 4 и пилимумаба наблюдался уникальный паттерн ответа, когда на первом этапе размеров околи либо увеличивались предсуществовавших узлов, либо появлялись новые очаги, которые, конечно, по критериям эцист однозначно интерпретируются как прогрессирование заболеваний и требуют перехода на другой вариант лечения. Тем не менее, для иммунотерапии оказалось, что все по-другому, и вслед за вот этим увеличением размеров следовало уменьшение, которое является проявлением, конечно, эффекта, и довольно часто это уменьшение было длительным. Такая же работа, вот она, видите, относительно недавно вышла, существует и для пембролизумаба, для ингибитора PD-1, и вы видите, что уже для большего количества пациентов подобные эффекты, атипичные эффекты, они не часто случаются. Для пилимумаба это 10%, для пембролизумаба в рамках этого исследования, это данные Кейноут 001, это 7%. Тем не менее, они существуют, и они могут быть ранее, до 12 недель, а могут быть отсроченными, после 12 недель. И на самом деле, они могут быть совершенно по большому счету различными. Это может происходить в лимфатических узлах, может происходить только вне лимфатических узлов висцеральных органах, а может происходить и там, и там. Ну, при анализе этого исследования получилось так, что ранее происходит чаще вне лимфатических узлов. Является ли это проявлением общей тенденции, имеет ли это какое-то значение? Думаю, что нет. Просто в рамках данного исследования получилось так. Что происходит? Это снимок из статьи, одной из ранних статей по использованию пилимумаба. Наблюдение. Пациент получал лечение по поводу меланомы. У него было образование на бедре, которое при его увеличении, по-моему, на 32 неделе лечения, сделали экстезионную биопсию и исследовали гистологически. И то, что наблюдали там исследователи, это выраженная инфильтрация лимфоцитами. Посмотрите, нижняя окраска, ну, конечно, здесь плохо видно, но там CD8 и еще специальный фермент, который окрашивает белок, ассоциированный с РНК, с цитотоксическими гранулами. То есть это косвенное подтверждение наличия активированных цитотоксических лимфоцитов в рамках этого опухолевого узла. И посмотрите, через определенное время на фоне лечения опухолевый узел исчезли. То есть псевдопрогрессирование является следствием активной инфильтрации опухолевой ткани за счет лимфоцитов и физического увеличения размеров этого узла, что является предшественником для лечения. И на самом деле, конечно, это серьезная проблема, потому что посмотрите на вот эти снимки, которые сверху на 12 неделе появился действительно значимый клинический узел, который однозначно трактовался бы как прогрессирование заболевания. Тем не менее, в соответствии с новой парадигмой лечения, конечно, это уже не настолько однозначно, и вслед за этим увеличением, появлением этого узла следует его исчезновение, которое является следствием этого эффекта. Был проведен… да, и вот это вот очень любопытная для меня работа, всего два клинических случая, но оказалось, что псевдопрогрессирование может проявляться не только увеличением и появлением новых очагов в мягких тканях, увеличением лимфатических узлов, а может проявляться активным нарастанием плеврита и перикардита. Как случилось в результате у этого пациента? У него был, если я правильно помню, мелкоклеточный рак легкого, он эффективно лечился этапазидом со сплотином на первом этапе с лучевой терапией, потом получал таргетные препараты, в исследованиях без определенного эффекта, третья, четвертая, пятая, ну как это всегда бывает, на мелкоклеточном раке легкого, были проведены одна за другой с последованием прогрессирования. И на каком-то этапе пациент включился в исследование, в раннее исследование ингибиторопедии 1. И сразу вслед за первой инфузией у него потребовалась одна за другой шесть эвакуаций жидкости из плевральной полости, причем с двух сторон. И вслед за этим у него наблюдался практически полный регрет заболевания в соответствии с ПТ. То есть плеврит точно так же может быть следствием псевдопрогрессирования на фоне иммунотерапии, а может быть следствием изменения какой-то опухолевой ткани в лимфатических узлах или по плевре на фоне этого лечения. Это сложно сказать. На самом деле вопрос, и вот Рашидова Хитна показывала, я сам не видел еще этого слайда, про то, что при опухолях почки те пациенты, у которых продолжали лечение после прогрессирования, они жили лучше, чем те пациенты, у которых не продолжали лечение после прогрессирования. Вот я еще не до конца это осмыслил. Вот здесь совершенно другая ситуация. То есть это те пациенты, у которых было выявлено псевдопрогрессирование. Синяя кривая, естественно, таких пациентов меньше, как я сказал, по 7-10%, но тем не менее они есть, и получается, что они живут фактически так же, как те пациенты, которые ответили на терапию. То есть псевдопрогрессирование, конечно, мы должны о нем всегда помнить. Но что важно, что еще важно, и мне хотелось бы, чтобы вы вынесли это с сегодняшнего выступления. Псевдопрогрессирование – это редкая ситуация. Я вот сколько раз выступал на эту тему, я всякий раз говорю, конечно, когда мы начинаем лечить пациента, мы каждый раз надеемся, что то увеличение очагов, появление новых очагов, которые мы у него наблюдаем, это у него псевдопрогрессирование. На самом деле, к сожалению, это не так. И реальное прогрессирование случается чаще, чем псевдопрогрессирование. От 2 до 10% – это реальная частота псевдопрогрессирования, которая наблюдается в клинических исследованиях. И, конечно, если у пациента идет рост очагов, то, в общем, вероятнее у него обычное прогрессирование, а не псевдопрогрессирование. В этом году были представлены адаптированные критерии, которые были адаптированы для иммунотерапии, и они отличаются принципиально тем, что прогрессирование заболевания при оценке эффекта, оно требует подтверждения. То есть, появление новых очагов или увеличение размеров предыдущих, оно требует подтверждения в течение какого-то времени для того, чтобы у пациента подтвердить прогрессирование заболевания. Почему это важно? Что еще указано в этой статье? То, что это применимо только для клинических исследований. Это не применимо для реальной практики. И если у пациента наблюдается прогрессирование, то с высокой вероятностью пациентам требуется переход на другой вариант лечения. Продолжение лечения после прогрессирования заболевания, это указано, это не мое мнение, это указано авторами модифицированной весы с классификацией для иммунотерапии. Продолжение лечения после прогрессирования заболевания возможно только на фоне стабильного или улучшающегося состояния пациента и, конечно, только у крайне селектированных пациентов. То есть рассматривать это как всеобъемлющий принцип, что если у пациента мы его начали лечить, у него прогрессирование, мы продолжаем еще 4-8 недель, потом повторяем обследование, это не так. Мы не должны этого делать. Продолжение лечения после прогрессирования возможно только у селектированных пациентов с однозначным контролем их заболевания для того, чтобы не пропустить истинное прогрессирование и своевременно не пропустить для пациента предложение для него нового варианта лечить. Это наш пациент, невелкоклеточный рак легкого, метастазы в печени. Вы увидите, что на 8 неделе у пациента наблюдается выраженное увеличение размеров очагов. С учетом того, что он чувствовал себя относительно стабильно, на самом деле это оценить было довольно сложно, потому что у него были еще после метастазы в головной мозг, где была лучевая терапия, он в принципе чувствовал себя плохо. На фоне такого увеличения очагов печени состояние ему не ухудшилось, поэтому мы продолжили его лечить и относительно того, что было выявлено при следующем обследовании, относительно того, что было выявлено до этого, наблюдалось уменьшение размеров очагов. То есть, в принципе, наверное, мы тактически сделали правильно, к сожалению, через определенное время, то есть мы лечили пациента в районе 12 недель, потом он спрогрессировал. Возвращаясь к первой мысли того, с чего я начал, и то, что мне кажется, является основной мыслью. Критерий оценки эффекта – это динамическая система, которая сейчас такая, завтра другая. Она адаптируется под тем методом лечения, который используется. Мы теперь знаем, что она должна адаптироваться и под отдельные виды опухолей. И, конечно, мы должны максимально стремиться к тому, чтобы оценивать ответы опухолей в соответствии с критериями, но для того, чтобы определять тактику лечения пациентов, мы не должны использовать критерии оценки эффекта. Спасибо. Спасибо, Гульфейн Владимирович. Как всегда, блестяще. Вопросы, пожалуйста. Да, Гульфейн Медхак. Спасибо большое за доклад. А вот все-таки, если сравнить больных, у которых было псевдопрогрессирование, и больные, у которых не было псевдопрогрессирование, какова их судьба в дальнейшем, отличается или нет? Так, а вот это... Спасибо, Гульфейн Владимирович. Там вот это вот как раз тот слайд, который я показал, где... Можем вернуться? Можем вернуться? Там вот как раз та ситуация довольно четко показана. Кривая у пациентов с псевдопрогрессированием, она идет так же, как у пациентов без псевдопрогрессирования, а с ответом на лечение. Живут они дольше или не дольше? Они так же живут, как пациенты с ответом. Медиана длительности ответа при немовкоклеточном раке легкого, вторая линия, 24 месяца. Но это может быть условным маркером, что эти больные более благоприятны? Мы же все маркеры ищем. Логически я не вижу в этом связи. Почему? Потому что получается, что если у пациента есть эффект на лечение, то он реализуется за счет абсолютно такого же механизма. То есть туда прилетают лимфоциты и опухолевые клетки гибнут при взаимодействии с этими Т-лимфоцитами. Здесь особенности какие-то. Либо опухоли, может быть, у нее строма какая-то менее ригидная, точнее более ригидная. Либо с ответом пациента, что у него вот эта клональная экспансия, то есть появление большого количества специфических лимфоцитов, оно происходит волнообразно. И поэтому резко они попадают в опухоль и резко увеличивают размеры самого опухолевого очага. И только потом происходит ответ. Но механизм ответа, он все равно один, поэтому я не думаю, что он как-то должен коррелировать. Вопросы еще? Светлана Анатольевна, у вас. Ну, я хочу сказать, что спасибо. Спасибо, спасибо, Федору Владимировичу, да, очень хорошо. Я просто последнее, да, хотела ответить, спросить. Просто мне очень понравился последний слайд, что вот именно резист – это оценка опухоли, ответа на лечение. Это не оценка полностью, ответа на лечение пациента. И Федор Владимирович об этом все время вот красной нитью проходило в докладе. Оценивать вы должны доктора, оценивать симптомы заболевания, как у него протекает, какой ответ на лечение. Только вы можете отдать ответ. Это не рентгенолог дает ответ, это дает врач. Ну, с точки зрения комментариев, вот вы знаете, вот мы каждый надеемся при прогрессировании у больного, что у него все прогрессировали. Это честно тогда, вот кто использует. И на самом деле, даже когда ухудшается общее состояние, вот могу вам сказать, я все равно надеюсь на то, а вдруг. И отменять, зная об этом псевдопрогрессировании, очень сложно пациенту. Но вот у меня в практике есть сейчас такой пациент, который доктор, наш коллега, который получает пембролизумаб. И по поводу, к сожалению, у него уже было несколько линий терапии. И это уже была терапия отчаяния. Множественные метастазы в легкие. И на фоне лечения возникло прогрессирование с ухудшением общего самочувствия. А самочувствие ухудшилось, потому что появился плеврит и появился перикардит. У него появилась отдышка, слабость, недомогание. И человек совсем просто очень плохо. Но вот вы знаете, я все-таки взяла на себя риск оставить ему терапию и оказалась права. Потому что у него регрессировал, в конце концов, плеврит и перикардит. И сейчас у него очень хорошая стабилизация с улучшением общего самочувствия. Человек, в общем, оперирует. Поэтому я не знаю. Вот это такая тонкая грань, где нужно на самом деле, Светлана Анатольевна согласны с Федором Владимировичем, что где-то мы должны какое-то чувство для себя включить. Наверное, я не знаю, это интуиция или я не знаю, что знание. Все вместе. Чтобы вот, зная о том, что есть псевдопрогрессирование, конечно, вот взять и отменить человеку, у которого, может быть, это последняя надежда, ну вот сложная. Наверное, нам нужны какие-то четкие критерии для понимания, которые, наверное, придут. В конце концов, мы выберем больных, которым нужно продолжать, а которым все-таки нужно отменять. Ну, сейчас, наверное, на первом этапе Федор Владимирович прав нужно отменять. У меня сразу четыре, вот пока вы рассказывали, у меня сразу четыре комментарии с того, что я читал, когда готовился к лекции. Значит, первое. У нас в этом смысле, конечно, страна, она немножко такая, она вне находится рамок цивилизованного мира, потому что, ну, во-первых, у нас пациенты хотят лечиться, они чаще всего не ориентируются на нежелательные явления, они не должны, по идее, ничего платить за лечение, поэтому они, как бы, как правило, именно настроены на лечение. Один из двух пациентов, вот с той работы, о которой я говорил, у которого появился плеврит и перикардит, который потребовал перикардиоцинтеза и удаления жидкости в плевральной полости, он отказался от дальнейшего лечения в рамках исследования сам, несмотря на то, что у него потом дальше наблюдали стабилизацию лечения, стабилизацию заболевания, как бы, то есть он побоялся вот этих нежелательных явлений, это первое. Второе, это то, что для меня на самом деле было очень неожиданно, потому что я пытался на себя найти ответ на вопрос, вот когда мы можем продолжить при первом прогрессировании, а когда мы не можем этого делать. И ответ абсолютно четкий, статья Ланцет и Рейцист, то есть это хай, вообще, насколько высокий уровень доказательности, мнение экспертов, насколько он только может быть, о том, что в клинической практике мы не должны на это ориентироваться. Как с этим быть для себя внутри, я пока не понимаю. Наверное, это зависит, конечно, от дополнительных опций для пациента. Если они для него есть, то, наверное, их не нужно откладывать. Если же их нет, то тогда, в общем, конечно, предложить пациенту больше нечего и, возможно, продолжить. Но, последняя мысль, на настоящий момент никто не сказал, что два введения неволюмаба лучше, чем, в смысле, хуже, чем год лечения неволюмаба. Потому что одна из тех пациентов, которые постоянно показывает профессор Эллисон, один из основоположников сидели и терапии, она получила одно введение эпилемумаба 0,1 мг на килограмм в первой фазе. 10 лет до сих пор она находится вне прогрессирования полотно-регресса. Одно введение эпилемумаба 0,1 мг на килограмм. То есть, нет, да, на килограмм. То есть, получается, что у неё однозначно была неполноценная доза. То есть, никто не сказал, что вот это лечение до псевдопрогрессирования, оно потом не перейдёт в полный эффект. Спасибо. Спасибо. Ну, вот то, что Анна Игоревна показывала, больную тримемлимумабом, ещё лечили с Владимиром Михайловичем Моисеенко, больная была на протоколе. Два года токсичности и почти столько же эффективности лечения после двух введений тримемлимумаба. К сожалению, исследование прекращено тогда было. Сейчас опять возвращаются к нему. Это первое. И на что бы я ещё хотела обратить внимание, уважаемые доктора, поражение центральной нервной системы. Вот здесь псевдопрогрессирование может действительно нести фатальную роль, потому что прогрессирование либо это идёт, либо это элифоидная инфильтрация, отёк очагов в головном мозге, может с клиническими проявлениями и с тяжёлыми осложнениями достаточно. Как здесь быть, тут уже достаточно сложно. Блюкокортикоиды назначаются. В каких дозах, единственное, что назначать, наверное, хай-досов уже берётся. И смотрим по пациенту, что действительно дальше происходит. Но на этих пациентов нужно особое внимание обращать. Это не значит их не лечить ни в коем случае. Есть ещё вопросы? А можно я ещё спрашиваю? Всё-таки есть ли у этих препаратов перекрёстная резистентность? Можно ли последователя друг за другом назначить? Неволумаб с пембролизумабом или пеллимаб? Да, или это бессмысленно абсолютно? Я знаю, что PD-L1, например, отезолизумаб, я так понимаю, что он практически такой же, как и педиатик. То есть последовательность PD-1 ингибиторов. Те препараты, которые у нас зарегистрированы, у нас всего три сейчас в Российской Федерации. Пеллимаб, неволумаб, пембролизумаб. Выбор достаточно ограничен. Действия неволумаба, пембролизумаба, они практически одинаковые механизмы действия. Что у вас будет, выбирайте. Может быть, здесь идти с комбинацией потом, если неэффективно. Комбинация эпилумаба с любым препаратом антипедиатин. Оно более эффективно, но более токсично. Может быть так. Вот если подумать еще логически, отвечая на вопрос, получается, что эффект реализуется не за счет действия препарата. То есть препарат сам по себе, он позволяет иммунной системе реализовать тот потенциал, который есть. И эффект препарата, мы не говорим про таргетное воздействие. Это карцинома Меркеля и лимфома Ходжкина, где непосредственно блокирование ПДР1 приводит к противоопухолевому эффекту. Так вот здесь получается, что если реакция есть, и она блокируется ПДР1, то тогда мы, снимая это влияние, мы получаем противоопухолевый эффект. А, собственно, поэтому не должно быть, по идее, насколько я могу себе представить, должна быть перекрестная резистентность. Спасибо большое, Федор Владимирович. Спасибо огромное. Я на правах сопредседателя скажу, что, в общем, спасибо огромное всем докладчикам. Просто потрясающе. На самом деле, сколько ответов, столько вопросов. Это очень интересная тема. И когда-то мы начинали точно так же с химиотерапии, потом с таргетной терапии. Для нас это было новое. Мы сидели, смотрели, говорили, кто придумывает эти сигнальные пути. Вообще какой-то бедлам вообще на слайде. Сейчас у нас третья большая тема. И вообще прекрасно, что появились эти препараты, что фундаментальная онкология дошла до того, что мы стали понимать этот механизм. Немного стали понимать. И у нас есть возможность использовать эти препараты сейчас, потому что они зарегистрированы. Очень много вопросов, является ли токсичность всё-таки предиктивными какими-то маркёрами. Может быть, нет. Является ли псевдопрогрессирование маркёром ответа или нет. На самом деле, пока эти препараты зарегистрированы, и у нас сейчас самая главная с вами задача – это попытаться их внедрить в клиническую практику. Немного от нас зависит с вами доктору. Но всё-таки я думаю, что мы всё равно сможем это с вами сделать. Это первое. Ну и второе – своими знаниями, наверное, всё-таки выделить какую-то группу больных, которым эти препараты показаны. Продолжение следует...